ЧП в железнодорожном вокзале Алматы-1. Там столкнулся электровоз с пассажирским поездом Алматы-Караганда. Пострадали 8 человек. Серьезных жертв удалось избежать только потому, что поезд находился на посадке. Во обстоятельствах случившегося разбирался Серик Жан Молидбай. Авария произошла днем 6 августа во время посадки пассажиров, когда электровоз подавал назад. Злополучный поезд Алматы-Караганда выехал с задержкой около часа. Мы толком не поняли. Мы сидели, только зашли. И сзади как ударило, мы ударились головой, и вот по поясу. Мы за столом сидели. Я думала, что мы провалились, что-то такое произошло. Мы не успели отчет. А там попадали дети были, взрослые. Их сняли с вагона. Первую помощь медицинской оказали. Мне подруга оказала первую помощь. Я гипертоник сама. К счастью, все обошлось без жертв. А вот пострадавших насчитали 8. Четверо из них доставлены в больницу с разного рода ушибами. Один госпитализирован с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма в отделении нейрохирургии Алматинской больницы номер 7. Администрация Карагандинского вокзала и проводники злочастного поезда от комментариев отказались. Не надо снимать кабинет моего. Пожалуйста. Я вам не разрешал в моем кабинете производить съемки. Ну а то что? А у кого можно... Пассажирские перевозки в Астане, пожалуйста. А у пассажирских перевозки... А у пассажирских перевозков... Нет, я не знаю, с кемпоездом. Нам еще информация такая не поступала. ВАО, пассажирские перевозки в Астане, звоните, пожалуйста. Они все вопросы консультируют, только они комментируют. Можете на сайт на них не выйти. Сейчас расследованием ЧП занимается специальная комиссия и транспортные прокуроры. По предварительной версии причинами аварии считают человеческий фактор. Машинист вместо четырех тормозных устройств использовал только два. Поэтому экстренного торможения не произошло. По данному факту Семирительской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 295 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, не повлигшие, но заведомо создавшие уголовное сопротивление последствий. А результаты расследования будут сообщены дополнительно. К слову, чрезвычайные происшествия такого рода случаются не первый раз. 28 июля на вокзале Алматы-2 маневровый тепловоз совершил столкновение с пассажирским поездом. Тогда пострадало свыше 50 человек. Серегжан Маулитбай, Олжас Габасов, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский.